Трехстороннюю встречу Кроме того, Захарова подчеркнула, что российская сторона приветствует любые контакты, которые способствуют снятию напряженности между Азербайджаном и Арменией. 27 октября в Армении отдали дань памяти погибшим во время теракта в парламенте 27 октября 1999 года. Тогда пять террористов во главе с журналистом Найри Унаяном расстреляли в зале заседания над собранием семь человек, в том числе премьер-министра Вазгена Саркисяна, спикера Карена Демирчана. Среди пришедших возложить цветы к установленному в саду парламента мемориалу были и родственники Саркисяна и Демирчана. В бывшем здании Минобороны, из которого полицейские пытаются выселить жильцов, сложилась напряженная обстановка. Комитет госдоходов Армении начнет переезд в спорное бывшее здание Минобороны в 2024 году. Глава КГД Рустам Бадасян. Американо-канадский бизнесмен армянского происхождения Нубар Афиян в интервью CNN назвал действия Баку в Нагорном Карабахе этнической чисткой и призвал мировые державы добиться освобождения арцахских лидеров из азербайджанского задержания. «Я очень надеюсь, что мировые державы не останутся в стороне, потому что все подобные вещи способствуют все больше и больше несправедливости и безнаказанности, что мы должны поднять наш голос против этого», — сказал он. Шахраманян рассказал об обстоятельствах взрыва на топливом складе в Степанакерте. «Причиной взрыва в Степанакерте стала паника и нарушение правил безопасности», — сказал в интервью общественному телевидению президент Нагорного Карабаха Сергей Шахраманян. «После прекращения военных действий все районы были отрезаны от центра, все республиканские дороги контролировались и на них были установлены азербайджанские позиции. ВС Азербайджана находилась очень близко к мирным населенным пунктам, и это сеяло панику», — сказал Шахраманян. Гуманитарная помощь оказана вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. «Помощь предоставили русская гуманитарная миссия и Волгоградский дом дружбы», — сообщил руководитель русского дома в Гюмри Антон Биряев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова